Министр сельского хозяйства Лев Пухаев рассказал премьер-министру страны о результатах работы за первое полугодие 2019 года. В целом работа министерства идет в штатном режиме, не считая проблем с техникой. На данный момент в районах Южной Осетии началась уборка зерновых культур. В уборке задействованы четыре комбайна. Из-за нехватки техники запланированные сроки по уборке урожая могут затянуться. В этом году пассеяна 780 гектаров, это Ленинградский район, Знаурский район 720 гектаров. И, значит, в Тренварский район кукуруза в малых количествах, потому что, как мы уже говорили на эту тему, кукурузоуборочной техники у нас нет, поэтому на эти компании, просто вот как их собирать, проблемы. Определенная работа проведена и по линии мелиорации. Все каналы в Дменинском направлении вычищены. Однако некоторые жители к оросительному каналу подключили канализационную линию. В результате был нанесен большой вред нескольким фермерским хозяйствам. Премьер поручил министру сельского хозяйства привлечь к решению вопроса участковых и руководителей местных администраций. Пухаев доложил, что большая работа проведена и по линии ветнодзора. Вреднодзором проводится работа тоже по своему плану. Министерством этот план регулируется совместно с нашими управлениями. Посты на границах, они работают в штатном режиме, проверяются все товары на соответствие, проверяются и внутренний надзор, то есть проверяются и внутренние объекты. Городские магазины, склады, рынки – все это проверяется, проверяется на соответствие нормам. Министерство сельского хозяйства вплотную работает с фермерами, оказывая им консультативную и практическую помощь в оформлении документов, необходимых для выдачи сертификатов на продукцию и реализации товара за пределами республики. Вопросы, касающиеся провоза сельхозпродукции, через таможню решаются на месте. Есть контакты со всеми службами. Для того, чтобы вывезти свою продукцию, для этого первый шаг, который нужно сделать, это обратиться в сельхознадзор. Есть у нас специалисты, которые непосредственно проверят его продукцию на соответствие, дадут соответствующие документы, и с этими документами он может уже вывозить свою продукцию. Зарина Кочиева, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня». Продолжение следует...